В начале 21 века The Pirate Bay становится крупнейшим в мире сайтом по обмену файлами. В 2008 году Голливуд и медиаиндустрия подают иск против владельцев сайта. Этот фильм об основателях The Pirate Bay, Готфриде Свартхольме Варге, Фредерике Нея и Петере Сунде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер. Правительство США грозит применением торговых санкций, если файлообменные сайты, наподобие The Pirate Bay, не будут закрыты. Крупные организации в Голливуде обеспокоены нелегальным скачиванием. Киностудии несут убытки. Белый дом принуждает шведское правительство вмешаться. Мы одобряем действия шведских властей. Остановить работу сайта было крайне важно. В пятницу был атакован сайт полиции, а прошлой ночью сайт правительства. Пиратская бухта В удалении от клавиатуры Стокгольм, Швеция Февраль 2009 года Судебный процесс против основателей The Pirate Bay начнется завтра. Сегодня они выступили перед прессой. Что станет с пиратской бухтой, если вас признают виновными? Ничего. Что они предпримут дальше? Их первая попытка закрыть сайт провалилась. Пусть приходят и снова облажаются. Готфрид Завтра суд не над The Pirate Bay. Этот суть для того, чтобы вовлечь нас, тех, кто связан с The Pirate Bay, в политический процесс. Ведь это не уголовное, а политическое преследование. Петер Половина всего бит-торрент трафика координируется в The Pirate Bay. Невероятный объем трафика. Это 22-25 миллионов пользователей, использующих сервис прямо сейчас. Пользователей, скачивающих или закачивающих в данный момент. Есть еще вопросы? А где Фредерик? Где Фредерик? Мы не знаем. Он должен быть здесь. Возможно, у него похмелье. Первый вопрос. Где Фредерик? Я сказал, что Фредерик любит потусить. Я не хотел врать им, будто бы я знаю, где он находится. Я весь вчерашний день пытался до него достучаться. Я звонил ему несколько раз, и, наконец, он мне ответил. Он спросил, «Знаешь, где я?» «Нет. Я в аэропорту Орландо». «Что ты там делаешь?» «Я улетаю». Он сказал, что уже купил билет до Куалу-Лумпур, Малайзия. Прекрасное место для побега, не так ли? Он собирался залечь на дно у своей девушки в Лаосе. Жить с ней и не думать обо всем этом. И вдруг он написал мне. Самолет сломался. Думаю, это служба безопасности. Ну и где же ты сейчас? Возвращаюсь в отель. Судебный процесс над The Pirate Bay вызвал широкий резонанс. Окружной суд. Вы не можете всерьез думать, что сможете остановить наш мир, нашу повседневность и нашу реальность. Фредерик Хукан Розвелл, прокурор. Хенрик Понтен. Антипиратский комитет. Моник Ветстад. Адвокат Голливуда. Моник Ветстад? Я также представляю игровую индустрию, но не музыкальную. У нас самый крупный иск о возмещении ущерба. Я представляю некоторые крупные киностудии Голливуда. Warner Brothers, Columbia, 20-й век Fox и MGM. Мы требуем компенсации в размере 13 миллионов долларов. Эта сумма может показаться безумно большой. Но это показывает, насколько крупна данная отрасль бизнеса. Ведь речь идет о пяти фильмах за полгода. Розовая пантера, Сирианна, Гарри Поттер, Побег и Переступить черту. У меня нет сомнений об их мотивации. Они начали коммерческую деятельность и получают прибыль. Наказание за это – тюрьма, а не штраф. Фредрик хотел бы поведать свою версию, прежде чем начнет прокурор. Прокурор не имеет возражений? Вы можете начинать, Фредрик Ней. Я хочу начать с того, что мне очень интересны компьютеры и информационные технологии. Особенно интернет и сети. И что я? Я сбился с мысли. Вы сказали, что вас интересуют информационные технологии. Я начал заниматься The Pirate Bay, потому что мне интересны информационные технологии. Мне кажется, что работать с технологиями – это очень круто. Для меня The Pirate Bay – это технический вызов. Ведь запустить такой большой сайт и такой же большой трекер – технически тяжело. Играть с компьютерами, которые я не смог бы себе позволить для личных целей. Во-первых, я хочу спросить вас. СМИ часто описывают вас как компьютерного гения. Насколько вы оцениваете свои компьютерные навыки? Конечно, у меня есть некоторые навыки. Что вы имеете в виду под некоторыми, сравнивая с другими? Я не уверен, что данное место и время подходят для изложения моего резюме. Но я спрашиваю. Пожалуйста, отвечайте вежливо. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Это слишком приблизительно. В каком смысле? Слишком сложно оценить. Сложно для оценки? Это очень сложный вопрос. Как вы познакомились с Фредериком и Готфридом? Я точно не помню, но... Наверное, это было в интернет-чате. Когда вы впервые встретились в АРЛ? Мы не используем термин АРЛ. Мы говорим AFK, но это уже другой разговор. Этого я тоже не помню. Узнали друг друга АРЛ. Что это означает? В реальной жизни. Нам не нравится это выражение. Мы говорим AFK, что значит «Отошел от клавиатуры». Мы считаем, что интернет — это реальность. Вот так выглядит наш офис. Так выглядит The Pirate Bay изнутри. Да. А вот здесь сидят люди, работающие над ним. Они и сейчас над ним работают? Да. Где они находятся? В Швеции? Давайте посмотрим. США, США, США или Англия, Англия. И думаю, Финляндия. Где-то в Швеции. Пиратская бухта. Это веб-сервер, база данных и функция поиска. Здесь трекера. Вот эта небольшая штука — трекер. Это самый большой трекер в мире. Он координирует 50% всего мирового бит-торрент-трафика. Компьютеров не так много, но они мощные и хорошо настроены. Половина дня прошла. Каково это — находиться в суде? До сих пор было скучно. Стратегия прокуроров — врать как можно больше и как можно более занудным способом. Тогда ты засыпаешь в суде и становишься физически не в состоянии защитить себя. Некоторые говорят, что вы заработали кучу денег, распространяя нелегальные материалы. Возможно, мы заработали много денег, но поддержка сайта тоже стоит немало. Привет. Хорошо, мы спускаемся. Пока. Давайте перекусим. Хорошо. Но ничего вегетарианского. Ты работал над сайтом во время судебного процесса? Пиратский диск Депешмоут в моем ноутбуке выглядит еще смешнее. Какого черта прокурор Розвелл путает мегабиты с мегабайтами? Говоря по-простому, для хранения вы используете байты, а для измерения скорости — биты. Все началось с сайта Готфрида. Самые тупые солдаты Америки. На нем вы могли поставить оценку от 1 до 10. Там были американские солдаты, погибшие в Первую Иракскую войну. И вы могли оценить, насколько они тупы. Тупы в зависимости от того, насколько нелепой была их смерть. Ни американское правительство, ни кто-либо еще не оценили этот сайт. У меня был запасной канал, который я позволял использовать для сайта, от British Telecom. Некто из Госдепартамента США позвонил главе British Telecom. А он, в свою очередь, позвонил главе шведского отделения, где я работал. Таким образом, правительство США вынудило нас удалить сайт. Мы долго боролись с ними, прежде чем удалили сайт. Нашими аргументами были свобода слова и пародия. Позже мы закрыли его, когда это стало причинять неудобства. Два месяца спустя Готфриду потребовался более широкий канал для пиратской бухты. Тот канал все еще был свободен, и мы использовали его для The Pirate Bay. Слушание с ответчиком Петером Сунде. Прокурор может начинать. А это правда, что среди компьютеров The Pirate Bay был ваш собственный? Я купил компьютер и отдал его пиратскому комитету. Что такое пиратский комитет? Это организация, которая обсуждает интернет. Авторское право и файлообмен обсуждались на этом сайте? Возможно. Они критиковали то, как законы об авторском праве работают в наши дни. Я не уверен насчет этого. У людей разные взгляды. А ваше мнение? Трудно сказать. Я думаю, это сложно. В каком смысле? Сам факт нашего присутствия здесь сегодня говорит о том, что есть проблема. Прежде всего, я не думаю, что нынешняя молодежь считает авторское право чем-то плохим. Я думаю, это миф. Эта секта копий ми сыграла хорошую роль в его продвижении. Это чертовски круто. Мы немного изменили его. Итак, в газете был вопрос. Если за пират Бэй осудят, станут ли они мучениками? Монник ответила. Нет, у них нет никаких последователей. Однако, у них действительно есть маленькая секта копий ми, и они поддерживают их. Как мило, это же мы. Пиратский комитет был создан летом 2003-го. Это было тогда же, когда звукозаписывающая индустрия подала в суд на Napster в США. А медицинские компании стали судить Южную Африку за дешевые копии их дорогостоящих таблеток от СПИДа. Название «Пиратский комитет» было легким выбором. Никакой пиратской романтики. С повязками и прочим. Нам никогда не нравилось это. Антипиратский комитет уже существовал. Мы хотели заявить, что являемся активной частью конфликта. В то время как антипиратский комитет — это шаг назад. Это Хенрик Пантен из антипиратского комитета. Нам поступила информация, что вы продаете нелегальные копии. Подождите, не закрывайте дверь. Полиция уже едет с ордером. Их бизнес был основан на людях, совершающих преступления. Они создали целую индустрию с баннерами и рекламой для получения прибыли. Это было очень выгодно. Вы усугубляете ситуацию. Вы не можете запретить мне закрыть дверь. Но тогда выйдете. Если вы посмотрите на исследования, посвященные файлу обмену, то заметите, что они это делают не ради дружбы или идеологических целей, а потому что это просто и бесплатно. Существует небольшая группа людей, которые делают это. Ради свободы слова, как они утверждают. Наша политика всегда была таковой, что сайт – это пустая страница, которая наполняется пользователями. Мы не вмешиваемся в содержимое. Свобода слова? Я предпочитаю называть это площадкой для связи. Для общения? Да. Меня не волнует пиратская идеология, авторское право или политика. Я делаю это, потому что это чертовски весело – запустить собственный большой сайт. Опишите значение The Pirate Bay. Она демократизирует и создает великолепные условия для свободы слова. И как это связано с материалами, защищенными авторским правом? The Pirate Bay дает каждому возможность делиться материалами. Даже если они защищены авторским правом, это сложный нюанс, который, я думаю, мы должны обсудить. На что вы надеетесь? Я надеюсь, что нас не будут контролировать и не будут ограничивать интернет. Это на данный момент самая большая проблема. Индустрия авторского права роет могилу для интернета. Они не учитывают преимущества свободного интернета. Проблема в том, что компаниями руководят старые люди. Они знают, как раньше делались деньги, и они не хотят ничего менять. Они похожи на амиши. Им не нужно электричество, потому что они знают, как обойтись без него. Роджер Уоллес, пожалуйста, пройдите в зал суда номер 9. Вы думаете, что люди, которые скачали фильмы, потом пойдут и купят их? Захотят потом купить фильм? Да, получить его на законных основаниях. Да, но это зависит от качества. Если люди хотят лучшего качества. Или если у DVD есть дополнительные материалы. Нужно увеличить ценность продукта, чтобы продавать его. Если хотите подстроить вашу бизнес-модель под новый мир. Спасибо. Я позвонил в ваш институт и задал эти вопросы, так как мы были не в состоянии собрать полностью ваше резюме. Вы заявили в суде, что вы профессор. Но в вашем институте нам заявили, что вы временный приглашенный преподаватель. Вы знаете, как пользоваться Гуглом? Да. Тогда вы очень просто можете найти мое резюме. Давайте сдвинемся с этого вопроса. Я тоже так думаю. Двигаемся дальше. Спасибо, Ваша честь. Когда вас назначали, были ли конкуренты? Я думал, что мы двинулись дальше, Ваша честь. Я хотел бы получить ответ. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Не имею представления. Меня просили прийти, я и пришел. И мы опять вернулись к этому. Стандартный процесс отбора в Королевский технологический институт. Все мои публикации были приняты. Три профессора и два международных эксперта решили, что я достойный этой должности. Спасибо. Просто отвечайте на вопросы. Как низко вы можете упасть? Они так боятся результатов вашего исследования. Они не могут что-либо предъявить по делу. И потом атакуют как личность. Королевский технологический институт. Профессор Роджер Уоллес. Я считаю, это глупо так нападать на академический мир. Это не впервые. Я слышал про профессоров США, которые подчеркнули, что обмен файлами может быть и плюсом для индустрии, за которыми велась охота. Это печально, что американские методы применяются в Швеции. Вы хотите какую-либо компенсацию за участие в сегодняшнем процессе? Пожалуйста, отправьте цветы моей жене за бессонную ночь. Бюджет суда не предусматривает этого. С момента начала суда прошло два или три дня. И я начинаю просматривать различные блоги по всему миру. Сейчас я на сайте торрентфрик. Свидетель The Pirate Bay завален цветами. И очень много людей, написавших... Наконец-то хоть кто-то из старшего поколения. Я пожилой человек, кто, кажется, понимает наше мышление. Я также хочу обратить внимание на то, что я, как композитор, песня, которую я написал, окупила наш первый дом. Я поддерживаю авторское право, но только если оно поощряет творчество или экономически мотивирует, или является стимулом для создания чего-либо. Но не авторское право, как огромный механизм контроля для людей, диктующих право. Офицер полиции, который занимался расследованием дела The Pirate Bay, был нанят киностудии сразу же после расследования. В письме Warner Bros. утверждает, что информация в СМИ о заявленном конфликте интересов – чистая спекуляция. Он продал свою квартиру и купил дом, сразу после того, как получил эту работу. Я был разочарован, когда узнал, что вы не расследовали этот факт. Вы заявляете о вещах, о которых я не имею ни малейшего понятия. Вы должны были собрать материалы и предоставить их полиции. Я так и сделал, но они закрыли дело. Но в таком случае мне нечем вам помочь. Его годовая прибыль выше, чем его зарплата полицейского. Его доход вырос на 120 тысяч долларов. Этот чертов суд с каждым днем принимает все более странные обороты. Мне кажется, у The Pirate Bay снова был перебой с питанием. Зачем ты используешь автоматические выключатели? Они прикреплены к внешней стороне провода. Когда автоматический выключатель срабатывает пять раз, его нужно заменить. Мои ноутбуки постоянно ломаются, поэтому я просто не успеваю налепить на них наклейки. Я пролил джин-тоник на один и пиво на другой, а еще на один я упал и разбил экран. Здесь есть Wi-Fi? Подключайся к Бамбусор. Не работает? Ключ Бамбусор. Что за ерунда? Перестань орать. Я не был в интернете целый день. Когда представители медиа-индустрии шлют претензии, связанные с нарушением авторских прав, The Pirate Bay публикуют переписку на своем сайте. Страница 24. Вы получили письмо, которое вы перенаправили к Готфриду и Петеру Сунде. Зачем вы это сделали? Я не делал этого. Каждое письмо, содержащее ссылки на закон об авторском праве, автоматически перенаправлялось к Готфриду и Петеру. У меня много условий в фильтре. Кто писал эти условия? Я. Но почему? Потому что я получал много спама. Почему вы считаете, что email с пометкой «Претензия правообладателя» является спамом? Спам – это почта, которую я не запрашивал. Фредерик Ней утверждает, что как только он получал письмо от представителей правообладателя, оно пересылалось к вам из его компьютера. Все верно? Они не оказались способны на то, что мы сказали им. То есть связаться с пользователем, который загрузил этот материал. Все эти жалобы были либо проигнорированы, либо были отвечены в виде более или менее четко сформулированного ответа. Почему их посылали вам? Я считаю, что неплохо пишу, по сравнению с Фредериком. Но такие претензии не заканчивались ничем, кроме презрения и насмешек. Первые сто ответов звучали примерно так. Свяжитесь с пользователем, разместившим материал. А следующие сто. Потом у нас кончилось терпение. Компания PRQ. Это был веб-хостинг? Да, он только что создан. Верно ли, что в ходе расследования было конфисковано 195 серверов, и 11 из них принадлежали пиратской бухте? 11 или 13? Точно не помню. Это возмутительно, это настоящая несправедливость. Они нападают на компанию, которая не имеет ничего общего с Пайрат Бэй. Просто потому, что создатели были вовлечены пиратской бухтой, просто ради забавы. Благодаря полицейскому рейду, PRQ получил хорошую известность. Все знали, что мы не выдадим ни капли информации полицейским. Клиентская база данных была зашифрована. Полиция конфисковала наши сервера, но не получила никакой информации о клиентах. По прошествии рейда, The Pirate Bay был выключен. У вас не осталось ни одного сервера, верно? Вы вернулись в сеть через три дня. Где вы достали сервера? Мы арендовали сервера у компании Enforce, что в Голландии. Это колокейшн-компания. И как это было воспринято, аплодировали стоя. Мы рады вам сообщить, что The Pirate Bay снова в сети. Утрись, Голливуд! Петер! Да, сейчас приду. Вот так вы обрабатываете меня. Я получаю письма от ваших юристов. Они пишут, шведские законы не смогут вас защитить, а американские законы вас достанут. Вы приставили к нам частных детективов. Двое из них крутятся около моего дома. Я об этом ничего не знаю. Но это по вашей части. Ведь это могла быть киноиндустрия. Нет, это музыкальная индустрия. Пиратская бухта не заинтересована в музыке и фильмах. The Pirate Bay — это площадка для обмена любым типом файлов. Люди не должны говорить, что The Pirate Bay занимается лишь распространением пиратских фильмов и музыки. Тогда ваш мир очень мал, и вы что-то упускаете. Вместо этого мы можем сказать, что делиться файлами — это хорошо. И тогда уже мы можем сфокусироваться на путях, позволяющих творческим людям зарабатывать деньги. Мы считаем, что файлообмен — это хорошо. Конечно, но вы судитесь с каждым. Нет, мы не хотим никого преследовать. Мы просто хотим, чтобы люди в Швеции начали уважать закон об авторском праве. На ваш взгляд, какую цель преследовала пиратская бухта? Мы никогда не обсуждали цели. Была ли цель реформа законов или ненависть, направленная против каких-то американцев? Я не знаю их целей. Но для Фредерика, с кем я имел дело, цель была сделать большой сайт. Самый большой сайт в мире. С моей точки зрения, это хорошая идея самого большого сайта в мире. Как финансируется The Pirate Bay? Как финансируется веб-сайт? Мы размещаем рекламу на сайте, и это приносит доход. Парень, которого зовут Лунстрём, помогал вам с финансами, не так ли? Да, нас спонсировала компания Rix Telecom. Какова была его цель? Бесплатная реклама для его компании. Карл Лунстрём — интересная личность. Он стоит за множеством ультраправых организаций. Карл Лунстрём, по-видимому, дал деньги на... Отвечайте на вопрос. Он представлял эти организации? Мне надоело, что все смотрят на нас, как на правых экстремистов. Мне обидно, и меня это бесит. Мой брат — осужденный анархист. Он был в суде и защищал свою точку зрения. Мы оба были в черных списках неонацистских организаций. Было бы очень странным предъявлять мне обвинения в создании неонацистской организации. Это очень тяжело. Я отстаиваю только свои личные политические убеждения. Когда вы имеете какое-то влияние, и люди прислушиваются к вам, вы должны использовать это во благо. Когда ты стал пресс-секретарем пиратской бухты? Это неофициальная должность, но данные обязанности лежат на мне. Никто не хотел этим заниматься, но было важно сообщать, что The Pirate Bay делает что-то значимое. То, чего никто делать не хотел, начал делать я. Какова была роль Петера Сунде в этот момент? Он показывался, когда мы нуждались в публичном лице. Потому что мы с Фредериком не вписываемся в конференц-зал. Таким образом, он не имел никакого отношения к запуску сайта. Или дизайну? Нет. Финансированию? Нет. Это ААМ. Ты говорил, что это МСН. И в чем же разница? Это две разные сети, что-то вроде ARC-нет и EF-нет. Это был музей современного искусства. Ты такой громкий. У меня из-за тебя голова болит. Я почти оглох, поэтому и кричу. Теперь ты хочешь лишить меня и слуха. Он хочет поделиться своим несчастьем. Почему ты ничего не слышишь? Секс, наркотики и индустрия. Секс? Слышал я твои рассказы про секс. Сколько может стоить баннер? Вы снова спрашиваете меня о цифрах пятилетней давности. Если вы дадите мне день, то я найду какую-нибудь информацию. Но я не могу дать вам точных цифр. Может ли 500 долларов в неделю быть разумной ценой? Это похоже на правду. В правильном диапазоне, по крайней мере. В правильном диапазоне, вы говорите? Вы договаривались, как будет разделен доход от рекламы? Понятия не имею. Не имеете? Прекрасно. Я чертовски устал. Такова будет твоя жизнь в течение пяти лет. Ты кавка или кто вообще? Это напоминает процесс. Снова и снова. Я могу проснуться прямо как Грегор Замза и не пойти на работу, потому что я перевоплотился в таракана. Когда ты вернешься в Камбоджу? Как только это все закончится? Тихо, это секрет. Что вы думаете в целом об этом деле? Будет здорово, когда это закончится. Завтра это всего лишь половина дня. После того, как иссякнут аргументы, мы закончим. На какую сумму они рассчитывают? Они хотят компенсацию примерно в 20 миллионов евро. Ну-ну, удачи тому, кто найдет столько денег. У меня нет таких денег. Если бы они знали, что вся наша контора это канал в IRC, они бы не поверили. Они и не поверили, потому что задавали вопросы о компаниях. Да, мы пытались собраться, но каждый раз терпели неудачу. Я не думаю, что они могут уяснить идею организации без начальника. Люди понятия не имеют, насколько мы малы. Мы лишь кучка парней в чате. Последний день в окружном суде. Я утверждал, что ежегодная прибыль составит по меньшей мере 170 тысяч долларов. И это минимум. Готфрид Свартхольм Варк утверждал, что цена за рекламу на пиратской бухте составляла 500 долларов в неделю. Отчет судебной лаборатории гласит, что во время рейда было 64 уникальных рекламных объявления. Грубо говоря, 500 долларов умножить на 64 дает нам 34 тысячи долларов в неделю. Умножаем это количество на 52 недели, то есть все недели в году. И получаем ежегодную прибыль в размере 1 миллион 700 тысяч долларов. Таким образом, The Pirate Bay не так уж идеален. Это чистый бизнес. Итак, 4 на 52 110 тысяч долларов. Это немалая сумма. Мы никогда не вернем столько денег. Если ты посчитаешь правильное количество рекламных объявлений, 4 вместо 64, то получишь гораздо более правдоподобные результаты. Он допустил столько ошибок в расчетах. Розвелл имел в виду 64 различных объявления или по 4 объявления на куче разных страниц. Да. Черт возьми, он с ума сошел. Он позади тебя. Мы думаем провести пресс-конференцию в Бамбусар. Черт возьми, они продолжат называть нас организованными. Они не понимают, что значит это шутка. Это неорганизованная преступность. Вы имеете в виду для всех вас? Я думал, вас осудят. Сфотографируй Моник. Это ее авторское право. Я ухожу. Пока. Вам помочь? Но это единственная помощь, которую вы получите от меня. Вы так добры? Да, я добрый. А еще у меня есть душа. Фредерик, пошли отсюда. Давай посчитаем, сколько мы заработали. Начнем с экспоненциальной функции. Можешь умножить в 64 раза. Точно. А для n мы выберем случайное число. Между 10 и 5200. Ты пишешь код на шведском. Теперь подставь квадратный корень, чтобы узнать, сколько стоит душа Моник. И ответ? Посчитай это правильно. Ну же. Не число, пи. Да он с ума сошел. Проверь, верно ли это? Ладно, должен признать, ты был прав. Я машинальный. Не помню, что выписал это ручкой. Я должен представлять себе клавиатуру. Так что же ты делаешь в 11 утра 17 апреля? Стоишь в очереди у здания суда? 11 утра это 5 вечера по местному. Вот и я о том же подумал. Готфрид, можешь здесь сесть? Я не буду принимать участие в любых пресс-конференциях. Меня тошнит от этого. Она на английском. Я устал от камер. И всего остального. Сядь сюда, это в последний раз. Нет. Всем привет. Я здесь и рядом со мной парни из The Pirate Bay. Уделите немного времени и задайте вопросы парням. Посмотрим, что они смогут ответить. Не думал, что мы настолько скучны. Это ты такой скучный, потому что не участвуешь в этом. Снимай его. На следующий день Готфрид вернулся в Камбоджу. Фредерик улетел к своей девушке в Лаос. Вердикт окружного суда. Апрель 2009 года. Сегодня суд решит, являются ли люди, создавшие пиратскую бухту, виновными в нарушении авторского права. Смотрите прямую трансляцию решения суда на СВТ. С 11.00. Нет, но... Разумеется, ты только не волнуйся. Потому что я-то вообще не волнуюсь. Ладно, поговорим позже. Пока. Папа нервничал больше, чем я. Решение по делу пиратской бухты. Уже 11 часов. Все четверо подсудимых приговорены к одному году тюремного заключения. Озвученная статья «Пособничество в нарушении авторского права». Итак, год тюремного заключения. Это безумие. Это должна быть шутка. Успокойся, мама. Ничего не произойдет. Это займет пять лет. Не беспокойся. Окружной суд управляется политиками. Мы называем его «Карточный суд». Просто успокойся. Я не могу сейчас разговаривать. Надо посмотреть пресс-конференцию. Хорошо. Береги себя. Окружной суд опубликовал решение по делу The Pirate Bay. Мы оценили убытки приблизительно в 4,5 миллиона долларов. Пошел ты. Он надеется после этого получить хорошую работу в Голливуде. Это безумие. Ву, отлично. Лучше не придумаешь. У меня нет времени сейчас. Я вынужден отказать. Нет, только я в Швеции. Остальные в пустыне или джунглях. Нет, они не отправят нас в тюрьму прямо сейчас. Дело в том, что в Швеции нельзя с нами что-либо сделать, прежде чем мы не сможем больше апеллировать. Как мы назовем это? Лол. Лол? Для прикола. Если бы это был фильм, то это то самое место, где герои сталкиваются с их первой проблемой. Над малышом-каратистом сначала издевались. Его частенько били. И нас тоже только что побили. Спасибо Голливуду, что учат нас тому, что хорошие парни в конце побеждают. В общей сложности они хотели 100 миллионов шведских крон, так? А суд предписал 30 миллионов. Да, они могли бы захотеть и миллиард, но это не важно, потому что мы не можем заплатить. И мы не собираемся платить. Это решение расстраивает меня до мозга костей. В этом аду нет ни шанса на то, что вердикт изменят. Я готов перейти целый Атлантический океан для возмещения ущерба. Имеет большое значение отстаивать свою позицию. Важно восстановить Швецию как правовое государство. Спустя неделю судью по делу The Pirate Bay обвиняют в предвзятости. Общество требует пересмотра дела. Прошлой ночью я узнал новость, которая сегодня просто взорвала СМИ. Судья, ведущий процесс над The Pirate Bay, оказался членом организаций, работающих с правообладателями. Тех организаций, юристы которых представляют ответчика. Я был просто шокирован этим фактом. Почему же вы не сообщили суду? Хороший вопрос. Да, я понимаю, что было у него на уме. Мои друзья будут счастливы, если я все сделаю в их пользу. Это смешно. Я не подозревал, что судебная система настолько плоха. Это было верным решением? Решать не мне. Это Томас. Он судья окружного суда. Он член Шведской ассоциации по авторским правам. В этом все дело. Он заседает в Шведской ассоциации промышленных стандартов. Эти две организации имеют общее издательство, НИР. И все юристы со стороны обвинителя, Петер Дановский, Хенрик Пантен и Моник Ветстетт, они все члены одной и той же организации. Похоже, он замешан в связи с этими людьми. С графической точки зрения это просто очевидно. Я не могу утверждать, был ли он пристрастен, но тот факт, что он утаил эту информацию, делает неуместным его дальнейшее пребывание в роли судьи на данном процессе. Объективность переговора вызывает сомнения. Из-за возможной предвзятости. Судью Норстрёма не уличили в конфликте интересов. На решение окружного суда подана апелляция. Ли, девушка Фредерика. Вот моя пиратская копия. Льентьян. Лаос. Свадьба Фредерика и Ли. Это вы? Фредерик? Да. Кем вы работаете? В IT-области. В интернете. По нашим традициям и правилам деревни, вы должны заплатить за помолвку. Сколько бы вы хотели заплатить за помолвку? Шесть тысяч долларов? Если вы бросите ее, вам придется платить приданной невесты в двойном размере. Значит, двенадцать тысяч долларов. Согласны? Пожалуйста, напишите ваше имя и распишитесь. Тебя это устраивает? Хорошо. Если бы это не стоило мне двенадцать тысяч долларов, я бы развелся с тобой. Стокгольм. Швеция. С пиратской бухтой вечно так. Хаос и обман. В прошлый понедельник окружной суд Стокгольма вынес решение, где судья Норстрем является председателем. Блэк Интернет, провайдер пиратской бухты, должен прекратить обслуживание. А если они продолжат предоставлять доступ к The Pirate Bay, их будут штрафовать на 75 тысяч долларов за каждый день. Затем начался настоящий ад. Ну что, они применяют юридические приемы, а мы технические. Это похоже на постоянную тактическую игру с разными орудиями. Когда мы поняли, что The Pirate Bay отключился, мы оглядываемся, потому что всегда имеем резервные копии. Тогда я понял, что пиратская партия зарегистрировала для себя интернет-провайдера. Пиратская партия работает над исправлением законов об авторских правах, над открытым интернетом и свободным доступом к культурному наследию. Я понимал, что если нас размещает пиратская партия, то если их закроют, закроют и саму партию. А это означает закрытие партии, представляющей Швецию в Евросоюзе. Политическая цензура на высшем уровне. Если вы размещаетесь у пиратской партии, то получаете политическую защиту. Можно сказать, что вы получаете дипломатический иммунитет. После нескольких дней споров, рапорт может рассказать, что пиратская партия отвечает за безопасность серверов Wikileaks. Викилиaks сделали то же, что и пиратская бухта. Викилиaks получает защиту политической партии, так как они используют один канал для выхода в интернет. Каждую утечку Викилиaks анонсировали на пиратской бухте, так как там нет цензуры. Готфрид хорошо разбирается в технических штуках и шифровании, и он работал над многими важными проектами. Например, сопутствующее убийство, которое сделало Викилиaks знаменитыми. Цюрих, Швейцария. Джулиан очень уважает Готфрида. Я помню, как Готфрид сказал, есть новый клиент, Викилиaks. Они нуждаются в помощи, потому что их атакуют. Я впервые вышел на связь, когда нам нужно было оплатить счет. И это всегда было проблемой. Никто не помнил этот номер клиента. И никто не хотел ничего обсуждать по телефону. В 2008 году я полетел в Швецию, чтобы расплатиться наличными. Готфрид всегда говорил, что не хочет денег от Викилиaks. Я полетел туда и заплатил за один год, плюс еще немного сверху. Со мной был Джулиан. Он тоже прилетел. И мы назначили эту встречу с Готфридом, чтобы передать ему деньги. Это был один из самых сумасшедших инцидентов в моей жизни. Он приехал в отель, и его кто-то ждал снаружи в машине. И у них был договор, что Готфрид будет стоять рядом с окном. Так что он стоял в холле. У него длинные волосы. И он выглядел очень... Страшно, как дурак. И он вел себя реально странно. И каждые 30 секунд он поворачивался проверить, в машине ли тот парень. Джулиан и я стояли там. И в основном думали о том, что надо сходить потусоваться куда-нибудь, или что-то вроде того. Так что мы спросили его, не хочет ли он зайти в комнату. И он такой типа, «Не, нет, я не могу». Он развернулся. Никогда об этом не слышал. Затем мы передали ему деньги, и он запрыгнул в машину. И они поехали. Для нас это была первая встреча с PRQ. Встречаем Петера Сунде. Первый вопрос. Это ты тот убийца, что разрушил целую индустрию? Я бы хотел на себя это повесить, но не могу. Они сами собой это сделали. В отношении вас уже возбуждено дело. Всего одно? Не знаю, как много, но об этом уже говорят. У вас есть новая идея в Flutter. Идея родилась в ходе дискуссии на пиратской бухте. Есть две стороны. Одна считает, что нет никаких проблем со скачиванием. Другая считает, что они не получают денег с интернета. В итоге ничего не меняется. Можете объяснить, как работает Flutter? Вы регистрируетесь как пользователь и кладете денег на счет. Вы сами решаете, сколько тратить в месяц. Далее вы находите кнопку Flutter. Она похожа на кнопку «Нравится» в Facebook. Если вы на нее нажмете, мы запомним это до конца месяца. В конце месяца мы подсчитываем ваши клики и распределяем ваши деньги, пропорциональные им. И куда деньги отправляются? Они переходят к авторам. Вот и весь концепт. Стокгольм. Швеция. 2010 год. Сегодня в апелляционном суде начался судебный процесс над The Pirate Bay. Пожмем сегодня руки снова. Они ведь больные там, да? Я взмок. Автомобиль на прокат стоит 400 долларов в неделю. Я купил вам тот за 600 долларов. Буду ездить на нем 6 недель. Это законно? Конечно. Я даже заплатил налоги. Я даже не парюсь по поводу талонов на парковку. У меня и так долг в 7 миллионов долларов. Апелляционный суд, пожалуйста. Готфрид придет? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Разве что он телепортируется. Ну да. Утром он написал, что его госпитализировали с инфекцией в Камбодже. Так что да. Очень маловероятно, что он придет. На тебя поданы еще какие-то иски? Только гражданские. Еще штрафы. Сколько их? Один в Италии, один в Голландии, один в Дании, который нам не выписали, и один в Норвегии. Кувейт, Ирландия. Что-нибудь еще? Что наиболее важно? Я верю, что очень важно взглянуть на то, каким наше общество должно быть. Это неправильно, что только большие компании могут получать большую прибыль. Каково это? Восемь дней до выхода. Скучно. Мы будто всего лишь кино посмотрели. Ты хотел ответить за себя, но тебе не дали слова. Не так ли? Думаю, что новая судебная система очень плоха. Ты не можешь вносить новые материалы. От нас даже не требуется быть в суде. Они могли бы просто взять старые материалы и судить по ним. Привет, спасибо, что пришли. Как самочувствие? Я действительно болен. Тогда какого черта ты мне жмешь руку? Он тоже болен. А с тобой что случилось? Я простужен, глаза воспалены. Всю ночь заснуть не мог. Я только что получил сообщение от матери Готфрида. Она написала, что он все еще в Камбодже. Она сообщила, что он действительно болен. У него до этого тоже были проблемы. Глядя на него, нельзя сказать, что он пышет здоровьем. Над чем ты сегодня работаешь? Я запускаю сайты. В Камбодже или Таиланде? В интернете можно работать где угодно, пока у тебя есть доступ к нему. Прокурор Розелл обвинил подсудимых в неуважении, так как они работали над сайтом после вынесения решения суда. И он хочет, чтобы приговор, год тюрьмы для всех четверых, вступил в силу. Субтитры создавал DimaTorzok Пиратская партия разместила прокси-сервер в Пионине. Пионина — это показуха в стиле Apple. Прокси-сервер — это вход из интернета в пиратскую бухту. Затем все происходит где-то в фоновом режиме, на настоящих серверах, которые спрятаны. Прямо сейчас мы направляемся к настоящей горе. Субтитры создавал DimaTorzok Довольно дорогой столик. Шесть ядер. Двенадцать ядер. Четыре процессора, у которых по двенадцать ядер. Тут — пиратская бухта. И это все. Мы управляем эффективным судном. Где люди, предоставляющие площадку для The Pirate Bay? Я не знаю. Спросите у пиратской партии. Это они предоставили канал? Но после того, как мы передали ее, она сменила владельцев. Раз или два. Нам не хватает поддержки пиратской партии в окружном суде. Автобусы и все остальное. Ведь автобусы — пиратский комитет. Это был пиратский комитет? С трубами и флагами и всем остальным? Похоже, что они забыли про нас. Идея пиратского движения — бороться за свободный обмен информацией — больше не допускается. Она просто была немного чудной. Я никогда и не думал, что она выживет. Я не хочу. Вы не должны это подписывать. Но вам вручили все по закону. Что это значит? Я не могу заставить вас подписать. Разумеется, не можете. Но вам их вручили. Кто вы такой? Я сотрудник судебной службы. Могу ли я взглянуть на ваше удостоверение? Могу ли я увидеть последние четыре цифры? Вам стоит бросить курить. От меня пахнет? Для меня это тоже большой стресс. Паршивая работенка? Вроде того. Но ведь вам хорошо платят? Не совсем. Тогда почему вы это делаете? У вас есть дети? Тогда понятно. Лучше найдите себе нормальную работу. Я думал об этом. Это от Дановски? Я не в курсе, что там написано. Значит, вы не знаете, откуда это? Это из Голландии. Хорошо. Удачи вам. Спасибо. И вам того же. У него шикарная работа. А мне его жаль. А мне нет. Он напоминает тетку-контролера на платной автостоянке. Вы видели дебаты по телевизору? Девушка сказала, что молодежь не хочет нарушать закон. У них просто другая культура потребления. Они всего лишь хотят смотреть кино и слушать музыку именно таким способом. Это ужасно их преследовать. Вместо этого рынок должен подстроиться. Жизнь – тюрьма по сравнению с интернетом. Это, наверное, звучит радикально. После Холодной войны им пришлось изобретать врагов, которых вы не смогли бы даже убить. Террор, пиратство и наркотики. Очевидно, что у PRQ были клиенты, которые, как говорят, связаны с террором, пиратством и наркотиками. Этого нельзя отрицать. Я думаю, все это одновременно было связано с одним единственным клиентом. Ты имеешь в виду Готфрида Свардхольма Варга? Он пират и наркоман. И когда ты говоришь с ним, немного пугаешься. Можно сказать, что он талиб. Фэнни, подруга Готфрида. Я вернулась из Камбоджи. Я была там около месяца. Я очень переживала за здоровье Готфрида. Я не хочу больше об этом говорить. Он редко употреблял. Это случается время от времени, когда предлежался дедлайн. Он становится раздражительным, когда что-то должно быть выполнено вчера. И он принимает кучу разной дури. Я просто не могу стоять и смотреть. Раньше я уже видела, как мои друзья боролись с наркотической зависимостью. И это... Ну что я могу сказать? Это трудно. Не слишком приятно наблюдать за тем, как ваш друг проходит через это. Что мы собираемся сделать? Победите расизм. Когда? Сейчас. Сейчас. Петер, это чертов вегетарианец. Выродок. Но яйца-то у него есть, потому что он в Пайрат Бэй? Все интервью дает он. И он все еще козел. Он это делает, потому что ему хочется покрасоваться перед женщинами. Ему следует взять свою жизнь в руки. Когда он выпивает бутылку или две пива, он становится самым раздражающим человеком на земле. Проблема в том, что он выпивает по крайней мере несколько бутылок пива каждый день. Имеется ли здесь связь с правыми партиями Швеции? Карл Лундстрюм, один из подсудимых. Ранен был праворадикальным экстремистом. Он натворил много дел, но в конце концов женился на еврейской девушке. У него четверо детей. Называть его праворадикальным экстремистом было бы верно 10-20 лет назад. Сейчас я бы так не сказал. Если Карл Лундстрюм ксенофоб, тогда я тоже. Каждый раз, когда меня били или грабили, это было дело рук иммигрантов. И я не имею в виду финских иммигрантов в седьмом колене. Я имею в виду этих грязных иммигрантов. Что я могу сказать? Он не слишком умен, когда дело касается таких вещей. Он никогда не пытался думать самостоятельно. Он просто повторяет то, что говорят его родители. Он алкоголик, расист и дурак. Но я все равно люблю его. И знаете что? Все письма пиратской бухты в суде были от Анаката. Анаката я не знаю, как выключить шифрование на своем компьютере. Даже Петер и я шифровали наши имейлы. Но Готфрид нет. Готфрид — тупейшая личность в истории информационных технологий. Пиратская бухта — это просто жесть. У меня садится батарея. Странно, что нет камер. Да, сегодня последний день. Наконец-то. Я уеду домой. Можете выбросить их. В любом случае, они были вам вручены. Это попадет на Ютьюб? Можете выбросить их. Сами сделайте это. Вы не можете заставить меня взять их. Я вам их вручил. Это вы бросили эти бумаги? Да, они делали что-то. Ноябрь 2010 года. За день до вердикта апелляционного суда. Я хочу спать. Завтра, когда меня оправдают, я предъявлю им иск на миллионы. Миллиарды, как минимум. Мы можем быть не хуже их с этими фантастическими цифрами. Я приземлился в Швецию в субботу. Я помогаю с серверами для новых проектов Ликс. Все покинули Викиликс, кроме Джулиана и, возможно, Наката. Потому что он как бы влюблен в Джулиана. Как ты? Я в норме. Рад снова тебя видеть. Ты в порядке? Дэниел. Сын Фредрика и Ли. Эти люди знают, что сегодня произошло в твоей жизни? Нет. Даже твоя жена? Не знаю. Для Фредрика это легко. Он просто может не возвращаться домой. Что ты имеешь в виду? Я не планирую возвращаться домой. Я действительно не знаю. Не имею ни малейшего понятия. Я не уверен. Но я не буду признавать свою вину. Я могу отмотать тюремный срок. Но зачем мне это делать, если я не должен? Действительно, у тебя нет причин для этого. Оглянись, почему бы мне не оставаться тут все пять лет? Ты не сможешь сесть в тюрьму за то, чего не совершал. Политическая ссылка. Вот что я имею в виду. Я не хочу становиться мучеником. Но я не думаю, что буду осужден. Постучим по дереву. Поживем и видим. Ваше здоровье! Вердикт. 26 ноября 2010 года. Ты напьешься с горя или от радости? Можно я отвечу через 12 минут? Интернет только что врубился? Думаю, это знак. Да перестань ты лагать. Если основатели пиратской бухты будут оправданы, то это будет победа интернет-свободы. Смотри на мой воспаленный глаз. Пират Готфрид Свардхольм Варк предоставил медицинскую справку. Готфрид Свардхольм был болен. Был сокращен, но убытки возросли. Нас осудили. Это спам. Скопируй ссылку. Ссылку внизу. Ссылку внизу. Апелляционный суд постановил, что виновность подсудимых доказана. Фредерик Ней приговорен к 10 месяцам, Петер Сунде к 8 и Карл Лунстрем к 4. А что насчет Готфрида? Он не в деле. Точно. Размер штрафа был увеличен с 4,5 миллионов до 6,6 миллионов долларов. Ну, мы проиграли. Я звоню маме. Привет. Я просто хотел сказать, что нам сократили срок. Мы подавали апелляцию. 8 месяцев вместо одного года. Я просто хотел позвонить тебе и сказать об этом. Так что не беспокойся. У меня есть 59 страниц, которые нужно прочитать. Отлично. Береги себя. Опять интернет пропал. Черт возьми, действительно. Тупая Windows. Срок исковой давности составляет 5 лет. Они не могут выдать международный ордер на арест. Я могу сидеть здесь 5 лет. Так и сделаю. Это означает, что интернет коррумпирован. Они клеймят интернет как место, где совершаются преступления. Мы даже еще не на BBC или CNN. Это меня раздражает. Предполагаю, что мы должны жить дальше с тем фактом, что мы уже не важны. Бухта. Когда интернет заработает? Часа через два, наверное. Как повезет. В феврале 2012-го Верховный суд отклоняет апелляцию. Суд оставил в силе тюремное заключение и штраф в размере 6,6 миллиона долларов. Петер в ожидании заключения под стражу в Швеции. Фредерик остался в Лаосе. Он объявлен в розыск Интерполом. Готфрид был арестован камбоджийской полицией и депортирован в Швецию. Он был сразу же обвинен в других преступлениях. Связанных с его хакерской деятельностью. Леди и джентльмены, дорогие друзья. Мы встретились сегодня, чтобы обсудить один из самых горячих вопросов, поднятых сейчас в Европейском парламенте. Спасибо большое за приглашение. Это очень смелый поступок, пригласить меня сюда. Я был занозой для индустрии авторского права довольно долгое время. Я являюсь одним из пресс-секретарей The Pirate Bay. The Pirate Bay является крупнейшей системой обмена файлами в мире. Наш сервис в 10 раз больше, чем Napster в самом его рассвете. И это не предел. Он все еще растет. Фильм озвучен студией Alex Pro. В 2013 году. Текст читал Михаил Алексеев. Текст читал Михаил Алексеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...